Руководство Центробанка России позитивно оценивает работу банковского сектора Кировской области. Об этом сообщил в Рио губернатор региона Никита Белых на встрече с представителями банковского сектора. Она состоялась по инициативе Банковского клуба кредитных учреждений Кировской области, а ее темой стала роль банковского сектора в социально-экономическом развитии края и перспективы сотрудничества с правительством региона. Встреча главы региона Никита Белых с представителями банковского клуба области стала своего рода оргсобранием. В дальнейшем эти встречи будут иметь плановый характер с целью решения конкретных задач, пока был определен только их приблизительный перечень. Сегодня предлагается обменяться мнениями как по текущей ситуации, какие кто видит проблемы, вопросы в развитии отношений между банками и хозяйственными субъектами, между банками и правительством региона, какие может быть будут сформулированы предложения о том, как нам работать более эффективно в плане взаимодействия, какие могут быть новые направления. О текущей ситуации в банковском секторе региона рассказал начальник главного управления Центробанка России по Кировской области Сергей Крюков. По словам руководителя основного надзорного органа за деятельностью банков, ситуация пока стабильная, изменения прогнозируемые. Все региональные банки продолжают успешно функционировать на территории области. Некоторые изменения могут быть в части структурных подразделений иногородних банков произошли, то есть некоторые сокращения. Но этот процесс происходит постоянно, то есть одни кредитные организации открывают свои подразделения, другие их закрывают. Тем не менее, есть ряд вопросов, требующих обсуждения. Один из самых актуальных – деятельность микрофинансовых организаций. Быстрые займы, пусть и под большой процент, сейчас пользуются популярностью и составляют конкуренцию банковским кредитным программам. Проблема в том, что этот новый для России вид финансовых услуг пока слабо контролируется. Деятельность некоторых недобросовестных микрофинансовых организаций наносит ущерб как, собственно, рынку активных операций, кредитованию. То есть, когда в конечном итоге заемщики получают деньги под какие-то сумасшедшие проценты и потом становятся жертвами обманов. И в конечном итоге мы вынуждены в том или ином формате принимать участие в их судьбе. Либо, значит, вопрос, связанный с формированием пассивной базы. В завершении Никита Белых дополнил ряд тем, которые хотел бы обсудить с банковским сообществом в дальнейшем. В этом числе борьба с теневым оборотом денежных средств, ипотечное кредитование, кредитование малого бизнеса и участие банков в крупных проектах регионального значения. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.